Крохотный домик-то какой-то! Ой, блядь! Прости, а чё такое домик? Камеру пишут? Клоуна! Нет, а то надо в бэкстейдж сдавить! Одень капюшон! Холодно! Сейчас облик разбажем! Ты потом в бэкстейдж чёрном это ставишь? Кусочки! Блядь! Затворил дело! Половка нету! Придурка залезла! Так! Чё так и ещё? Так, так! Пишем? Пишем! Ну, пиши! Всем здравствуйте! Ты в чехольчик пересели! Дайте, я посмотрю себе! Любил! Так, давайте начнём! Холодно! Мы долго не выдержим! Мне больше 15 минут! Так, начало! Одень шапку! Влога! Ну, это будет потом! Когда голова за пустыней! Всем здравствуйте! Привет-привет! Давай ты потихонечку начнёшь, я тебя подкину, или ты меня подкидываешь? Куда тебя на второй этаж подкинуть? Вот и дождались мы этого момента, когда снимаем первую часть нашего влога. В этой серии мы вам расскажем вообще с самого начала, вообще, самых истоков до первого дня строительства. Как вообще пришла идея в голову начать строить именно такой дом? Да, и так далее, и так далее, и так далее. Как выбирали, как землю убирали, вообще, почему выбрали этот дом? Итак, поехали! Вообще, мы люди с Татьяной Павловной городские, и вообще ни капелька не сельские. Родились в квартирах оба. Для нас сельская жизнь, это вообще, это что-то, наверное, где-то из кино. Но первый опыт мы приняли, когда родителям купили в районе дом с землёй, и мы там, сколько, около двух лет, трёх лет прожили. И, знаете, нам понравилось. И, наверное, можно исчислять с этого момента, наверное, когда зародился червячок. Особенно тебе понравилось. Да. Мне понравилась свобода. Наверное, будем исчислять с этого момента, когда мы захотели собственный дом. Чё дальше? Тебе помочь? Да. Ну, хорошо. Смотрите. Мне надолго не хватает. Мне надолго не хватает, окей. Сейчас скажу, это было, мы жили в доме с 2017 по 2019 год, и каждый день ездили сюда на работу доставкой Икеи. В 2019 году... Мы направили 60 километров в одну сторону. 60 километров. Представьте, в протяжении этого времени мы катались... Ну, меня не напрягало 40 минут езды до дома, сейчас 20 минут от офиса. Ну, в общем, это было в 2019 году. Как раз в это время мы пришли в Сибирское в 2019 году. В 2021 году мы получаем премию по жилищному проекту, причём потратить её можно было куда угодно. Мы понимали, что уже вот, да, в одном шаге от премии, и тогда возникла идея, а не посмотреть ли нам готовый дом, либо участок. У Юрьевича идеи возникают полномерно, он со мной сначала ими не делится, он просто их нянькает. После того момента, когда нам вручили 10 тысяч долларов от Сибири Wellness, спонсора нашего канала, наш канал не спонсирует, к сожалению, просто Икея. Нас, к сожалению, только Сибири Wellness спонсирует. С этого момента я начал выбирать землю, а нет, не землю, мы сначала хотели попробовать купить уже готовый дом, якобы выиграть и время, и убить друзейцев. Типа дешевле. Да, типа дешевле и заморачиваться. Не надо только приехать, мебель поставить как минимум, да, или чуть-чуть подшаманить. Да, 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 как с родителями, мы тут такие умные и будем жить все красиво. Нет, к сожалению, в Мордове, в Саратовске такого, к сожалению, нет. Мы рассмотрели несколько вариантов и, честно сказать, дома были не то, что обнять и плакать, а мы построили из того, что было, а то, что было, то и полюбили. Вот эти дома, как раз вот примерно некоторые стоят рядом с нами, вот такие. И где после этого дома надо еще два раза перестраивать, как можно этот дом. Нет, мы это сразу вариант отмели и начали искать земельный участок. Но земельный участок мы не просто так искали, мы как бы просто так жизнь-то не любим жить. Скучно. Поделись лайфхаком, как ты искал участок? Нет, лайфхаком. У нас был сразу критерий. Асфальт до дома. Асфальт до дома, энергия, электричество, а газ по желанию, да. Да, газ, в принципе, для нас это не очень так на данный момент пока актуально, хотя у нас на данном участке и проведено. Вот. Мы рассматривали варианты. И вот сколько в течение двух-трех месяцев тщательного поиска я нашел вот этот именно земельный участок. Расскажи, как искал участок? Потому что на самом деле это очень важно, у тебя очень хороший, одень капюшон. Я боюсь, что мы завтра в Икею просто не поедем. Поедем. Все нормально. В общем, у Димы был такой лайфхак. Мы на самом деле ни с одними владельцами участков не встречались. Он ездил, смотрел, потом смотрел по кадастрам. Ну, объясняю. Ну, как это мой способ выбора был участок. Я, как бы, может быть, и не новость открою для всех, кто... Ну, смотрел я сначала, в первую очередь, по кадастровому номеру. В объявлениях некоторые, кто продают земельные участки, указывают кадастровый номер. А если кадастровый номер в объявлении не указан, то я путем переписки запрашивал этот номер. И смотрел, где именно конкретно участок находится. Потому что у нас в Саранске, по объявлениям, если посмотреть, очень много ушлых людей, которые, допустим, ставят вкусные места, допустим, вот в этом месте продают земельный участок. Ну, точка на карте одна, а факт не рубит. Да, по факту он в болоте вообще находится. Ну, и смысл мне время тратить, чтобы видеть эту землю, которая находится в болоте. Поэтому я изначально рассматривал участки по кадастровому. Ну, вот. И, наверное, для саранчан, наверное, для жителей республики Мордовия, мы сразу скажем, что мы нашли земельный участок в Николаевке. Это черта города. От центра 10 минут езды. Да, на машине. Мы замеряли. 10-15 минут в зависимости от пробок. Смотрите, в чем вот это удобство. Ты не коммуницируешь с толпой народа. Тебе, в принципе, не нужен риэлтор, которому нужно платить. Тебе не нужно ездить, смотреть. Ты заранее по картам все смотришь. Потому что, на самом деле, мы посмотрели физически участков в пять. И тот, на котором мы сейчас с вами стоим, он нам понравился. Мы сразу позвонили хозяевам. И, опять же, да, как мы вышли на сделку? На тот момент они продавали его реально... То есть ценник был средний по рынку. Сейчас ценник вырос в два раза по сравнению. То есть у нас участок... По известной причине. Да, участок даже стал такой некой инвестицией. Мы заключили предварительный договор, в который мы внесли аванс 3% от стоимости. То есть кому, например, надо будет, мы можем этим договором поделиться. И потом мы уже стали спокойно готовиться к сделке. Потому что там были определенные моменты, несовершеннолетние, дети и прочее. То есть мы таким образом застолбили цену. И мы застолбили участок за собой. Потому что фактически преддоговор мы сделали в апреле или даже в конце марта. А на сделку мы вышли итогово в июле только. То есть там очень много моментов было. В бюрократии везде было. В итоге сделка чистая, с индивидуальным жилищным строительством, со всеми разрешениями. Ну и потом... Кстати, в процессе, пока мы решали документы по... Вообще, да, по документам, Дмитрий Юрьевич стал заморачиваться вообще проектом. Какой дом мы хотим, какой бюджет. Из какого материала. Это отдельная песня и история. Ну, я немножко освещу, конечно, не в подробностях, но после того, как ты сейчас дорасскажешься, я буду рассказывать как раз вот почему мы выбрали этот дом и с чего начали. Почему вообще мы начали рассматривать дома в каркасном исполнении. Потому что этот дом максимально по цене и энергоэффективность самая лучшая. Ты забыл один момент. Да. Ты сам строил первый каркасник свой. Да. Это мастерская у родителей на участке около 30 лет. Ну, это я свое, как бы, какое-то, крещение проводил. Боевой опыт у меня по строительству каркасного дома. И маме ты строил небольшой каркасный перестрой. То есть, почему мы сейчас это упоминаем? То есть, мы потестили. Ну, фотографии буду я наставлять, не буду я тогда это говорить. Ну, смотри. То есть, я о чем хочу добавить, что мы это не в теории проверили, а на практике. У родителей уже 4 года стоит каркасная мастерская, все в идеале. Я матом сейчас скажу, одень капюшон, у тебя уже уши красные. Нет. Ну, ладно, чуть-чуть одену. Короче, если мы вдруг опять выпадем, у нас не будет в Икеа, виноват Дима. Да. Нормально, ты смотришься в капюшоне. Нормально? Очень даже. Черное пятно. Кругается на меня. Прошу, хоть влог пишем. Вообще не говори. Вот. Но я хотел попробовать что-то новое. Я рассматривал здание, дом из газобетона. Ну, какой-то черт меня, наверное, отговорил в сторону все-таки каркасника, как он все-таки роднее, мне кажется. Вот. И мы начали рассматривать проекты. Не помню, не помню, где мы. Строй и живи, наверное. Мы там купили два проекта. Не буду рекламировать. Ссылки не буду вставлять. Кто знает, это так же есть. Ну, гуглите, ищите. Есть ютуб-канал на этом. Так, на два проекта в среднем у нас около 20 тысяч ушло. Да. Мы эти проекты начали рассматривать в Саранске, кто реализует этот физический дом построить. К сожалению, ни одной организации не оказалось. Мы обратились в Пензу. Есть хорошая организация, молодые. Немножко по-другому было. Мы написали «Строй и живи», потому что мы в Саранске не нашли. Мы написали «Строй и живи», кого они могут рекомендовать. Ну да, типа аккредитованные. Кто именно у них. Ну, мы и параллельно искали. Кто-то не согласился. Нет, Саранске мы не нашли. Дальше мы пошли, уже написали «Строй и живи». Они дали контакты пензенской организации, которая по их проектам строит, каркасники. Эти ребята с радостью взялись. Мы приезжали, знакомились к ним в Пензу. Приезжали и они дорабатывали проект. Два проекта нам дорабатывали под наши нужды. Потому что некоторые моменты надо было поправить. Доработки проектов вышли в 40 тысяч. Мы забыли про самое главное. Все хорошо. Проект купили, все доработали. Красота, земля куплена. А цены поднялись на стройматериалы. До безумных цен. И мы не оценили свои силы финансовые. И когда мы узнали, сколько этого обойдется нам хотя бы временный дом, я буду постепенно вкладывать фотографии, которые мы хотели вообще реализовать на этой земле. Что именно, что хотели вообще сделать. Потом второй проект. Да, у нас много фантазий было, ребята вообще. Страх. Только фантазировали ночью. Но оказалось, что мы не подтянули вообще никак по финансовому. Ну, то есть, чтобы вы понимали, стройка, которая планировалась в 4, максимум 5 миллионов, стала выходить около 12. Мы стали понимать, что это нет. Это такой кабалу на шее. Тяжело. Нахрен нужна такая кабала. Я не такой человек, который, допустим, отвязался стройкой без возможности финансовой, да, и до половины дом оставить недостроенным. И жить, докапливать деньги, чтобы потом ближе к пенсии дом достроить. Нет. Я лучше построю себе более-менее меньший дом. За меньше деньги, да, но буду эксплуатировать, да. Вот. Мы с расстройством где-то на это все дело оставили на некоторое время. Просто оставили. Просто оставили. Пока в Анапе мне не пришла идея, а почему бы не попробовать дом Афрейм. Очень необычный дом на то, казалось, время-то. Ну да, в Анапе, в Новороссийске мы не нашли Афреймов, где можно было бы потестить. И после того, как мы с Анапы возвращались домой в 2021 году, это было зимой уже, да? Это был декабрь, 2 декабря. Ну да, вот недавно буквально, 3-4 месяца назад, можно сказать. Мы сейчас февраль, февраль, 2 месяца. И мы нашли в Воронежской области небольшой как бы, ну как он, не коттедж, где поселочек? Мини-поселочек. Нет, не поселочек, где есть на участке 3-4 дома типа Афрейм. Но они меньшего размера, они 6 на 6. Наш дом 7,5 на 9. У нас он побольше. Вот, но это не суть. Мы приехали туда пожить один день по пути домой и испытать вообще, понравится ли нам вообще. Само вот это, сам дом, само вот это понятие косых стен вообще удобно или комфортно будет вообще уютно находиться в таком необычном доме. Потому что все мы привыкли по привычке всем к 90-градусным вертикальным стенам. А тут 26 градусов докон стены и как-то может быть, для кого-то это может быть некомфортно, для кого-то может быть давящее вот это все состояние. Мы за что больше всего переживали, это за второй этаж, потому что если, вот мы с вами сейчас находимся на будущем первом этаже. Здесь в принципе эти стены, они не сильно заметны. На втором этаже они заметны очень сильно, тем более… Ну, в два раза меньше как бы. Тем более там спальни. Первый этаж ровно два раза меньше, второй. Тем более на втором этаже находится спальня, и ты понимаешь, что должно быть комфортно как бы засыпать и просыпаться. Сразу скажу, мне и детям было очень комфортно. Единственное, человеку, кому было некомфортно, Димина мама, наша бабушка. Я ценила бабушку. Она пеком плевалась все сутки, пока мы находились. Ну там, во-первых, почему минус был? Дом, он не сильно утеплен был, полы холодные и отапливался только в 0 градусов, только печкой. Там не было никаких вот каминов, ничего. Дом для нас подготовили только дровяным камином. Короче, мы завезли. Больше ничего. Ближе к утру, когда все дрова прогорели, дом начал остывать быстро. Нет, понимаешь, маме не понравилось, она поднималась наверх, полежала на кровати, она говорит, нет, мне некомфортно. Она говорит, у меня ощущение, я в гробике лежу. То есть вот, ну да, это совсем. Нет, ну для нас, для детей, прям нам понравилось. И поэтому мы приняли твердое решение строить дом. Но не 6 на 6, а что-то побольше, что-то побольше не в размерах 8 на 10, потому что при увеличении строительства в размерах этого типа дома, соответственно, ценник геометрически увеличится, и там уже не финансовыгодно строить такой большой дом. Там проще строить. И золотую середину между совсем маленьким домом и совершенно большим домом типа Афрейм. А это 7,5 на 9. А сколько у нас чистой квадратуры будет? 76 квадратов, по-моему. 76 квадратов. Сейчас мы живем в квартире грязными 60 квадратов, чисто жилой площади 37, и нам хватает. При этом квартиру мы не продаем. У нас изначально было в планах, что мы продаем квартиру и строим дом около 200 квадратов. То есть сейчас мы, по факту, получается, будем иметь в черте города два жилища и можем разбегаться каждый по углам. Но первое время чувствую, вот я как в комментариях говорил, будем, наверное, полгода на ПМЖ тут. Я так чувствую. Но я, наверное, навсегда туда останусь. Потому что для меня, как жителя в квартире, сейчас для меня проблема парковки очень болезненная. У нас как бы много... Ну, есть машины. Густон заселенный дом. Есть машины ни в одном количестве. И каждый раз, когда ты едешь домой, ты плюешься и ругаешься на состоянии стоянки, которые не убираются зимой совершенно в этом году в Саранске. И мест нет. Смотри, давай еще такой момент добавлю. Тебе очень нравится что-то делать руками. Ну, да, и мортыканить что-нибудь, да. В квартире ты ограничен. То есть зимой у тебя вообще нет понимания, да, когда, например, свободное время, о чем мне заняться. Да, вот у меня мечта, вот я и в деревне, поэтому и построил себе мастерскую, чтобы там вечерами что-нибудь мортыканить. Сидеть что-нибудь... Можно переведу с просинского на русский? Ну, скажи. Мортыканить это что-то делать своими руками. Да, хендмейк делать. Мортыканить это не баргиналить, как кто-нибудь может. Нет, нет, я там это, когда построил домик, я вечерами там закрывался. У меня там компьютер и интернет провел для деда телевизорская с топчаном. Там как бы это был мужской уголок такой хороший построил. У нас мужского населения мой папа и Дима. Все, мы на скринку раз не пора записывать. Последние остались за багикянов. Так, давай дальше. А как мы приняли решение вообще? То есть мы же по проекту строим? По проекту. Где ты взял проект? Да, проект я нашел на инстаграм площадке. Ну, инстаграм, да. Есть такая площадка, если не изменяет память, по-моему, Афрейм Рашиш, по-моему, называется. Ну, как-то так, погуглите много. Да, сколько, 900 рублей, по-моему, мы купили проект. Но оказалось, это проект, он не полный вообще. То есть, подожди, можно объясню? По нему в стройку заходить нельзя вообще? Да... Ну, нельзя. Тебе архитектор сказал, что это не проект, а такое. Нет, по идее, он не... Архитектор. Потому что я по-другому называю. Скажи, как говоришь. Архитектор. Нет, я знаю, как правильно говорить. Все с этим хорошо. Просто я привык уже общаться вот так вот со строителями. Ему по приколу. Это безобидно по приколу, да. Архитектор. Архитектор. Да, это безобидно, я это все любяю, и никакой злости в этом слове не держу. Вот, он сказал, да, можно построить дом по проекту, но он будет не крепкий. Это, допустим, дом для сдачи в наем дом. Не более. Смотри. А если ты хочешь жить в этом доме долгие годы, допустим, более 50 лет в этом доме, этот дом необходимо усиливать. Да, здесь я согласна. Такой момент, чтобы у ребят тоже не получилась картинка, что все, побежали, за рубли купили проект, нахрена там переплачивать деньги. То есть в проекте не все моменты строительные учтены, и если вы запустите бригаду по этому проекту, ну, может получиться не совсем и фрейм. Да. И во второй части, я сразу забегу вперед, мы будем как раз рассказывать, что и в каких местах мы сделали какие изменения. Мы будем... С архитектором. С артехектором. Ну ладно, архитектором, фиг с вами, я умею разговаривать. Вот, мы будем вдвоем во второй части ходить по этому дому, и он будет рассказывать, а почему именно этот узел-элемент был усилен, для чего это было сделано, и можно ли было от этого отказаться. Слушай, вот я сейчас... Эта вторая часть, она будет больше всего техническая, наверное, будет уже более для мужской половины. Да, кто готов строиться и... Вот, знаешь, можно добавлю, вот мы сейчас стоим внутри дома, ветрище очень сильно, потому что выдвинутая вперед палка, ну, плаги, или как правильно называется, ее прям качает, и у меня щека уже забылила. А она просто лежит. А, ну да, она не закрепленная просто. Вот, и при этом дом стоит, как вот монолитом. Вот, да. То есть нет вот этого качкать. А день-ка... Ну, чуть-чуть остался. Ёшкин кот, у него уши ледяные. Нет, все хорошо. В общем, смотрите... Ну и подводим итог. Татьяна Павловна, дерзай. Понятно. Ты слышно убежал, да? Перебил меня. Смотрите, то есть мы, когда этот проект взяли, поняли, что нам это интересно, мы пошли к Димину, он ему факт утроюродный племянник, они вместе учились на строительном факультете, только Юрий Вич ушел из строительства. Ну, я на тот момент работал. Уже мне это было неинтересно. А Саша так и занимается этим. Он полноценный архитектор, в бюро работает, у него очень много проектов постройки. И чем он нам нравится, это такая же затыра, как мы в Икеа и в Сибири. Вот он такая же затыра в строительстве. Знаешь, такое слово... В хорошем смысле слова... В хорошем смысле слова... Перестрахун. Перестрахун. Это в хорошем смысле слова. Лучше перебдеть, чем не дабдеть. Чем не дабдеть, потому что это связано со стройкой. Лучше сейчас вложить деньги, чем потом, когда ты уже дом построен, и потом локти кусать. А что же я не сделала это? Слушай, это как... Вот Александр Читакин из такой серии, что лучше это сделать, чем потом переживать. А почему я это не сделал? Помнишь, отец собирал шкаф Тодолен, трехстворчий, и собирал его, инструкция нужна. Да, вот. Приехал с работы, шкаф вот так на бок стоит, что делать с этим? Пришлось переделать. Вот, понимаешь, это не шкаф, его не переделаешь, если дом пойдет куда-нибудь на бок. Вот так вот. То есть, а дальше ты к нему рассказывай, что у вас было? Ты к нему обратился, дал ему этот проект, да? Да, да, и сразу объясню, что нет, никаких родственников, за счет того, что он родственник, все бесплатно, нет. Человек за определенную сумму денег изменил проект. Да, 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 за свои деньги. Можно я вот сюда куда-нибудь встану? Здесь пока стоять нельзя. Взялся за работу. Слушай, но вы ведь делали подготовку. Вы вместо, кстати, расскажи, как вы сэкономили на геодезии? Ой, вообще веселый случай. Это реально лайфхак? Ну, не знаю, как лайфхак. Геодезия сейчас около, со всеми бумажками и машинами, выездами, около 40 тысяч. Даже по более было. Да, но мне все это обошлось в 9 тысяч. Я нанял... Сроки у геодезии, нам на апрель, что ли, только вставили нас? Ну, да. А я нанял землекопа, который выкопал мне яму 2 метра глубиной и показал разрез земли. И грунтный анализ. Да, да, да. И, соответственно, когда он копал, он брал, мы брали анализ грунта, сложных слоев, тем самым поняв, а что сюда вообще, какой фундамент пойдет. Мы тут не в бухте-барахты придумали, что у нас будет свайный фундамент. А лаборатории такие во всех городах есть? Да, конечно. Во всех строительных организациях обязательно, конечно. Без этого ни одно строительство не обходится. писать вторую часть, задая ему вопрос, а что за лабораторию, потому что реально можно, а, сэкономить время и в нашей ситуации деньги, потому что если бы мы ждали апреля и заходили бы в стройку где-то в мае, у нас бы смета еще процентов, мне кажется, на 50 выросла. Рабочие бы дороже были, дерево бы... Дерево на сколько подскочил с того момента, как мы покупали его в январе. Да. Ну, дальше, я думаю, прозвать особо смыслы нет. Дальше уже техническая часть идет. И пока мы ваяем вторую часть, давайте, кто заинтересовался данной темой этой постройкой, пишите комментарии с вопросами на вторую часть для нашего архитектора. Архитектора, хочешь, так скажу. Хочу сказать. Да, ну, теперь любимое слово теперь твое будет, да? Слушай, а ты можешь или ты потом с Сашей покажете, что у нас вот этот чистый каркас? А, мы это все уберем. Снег мы почистим, покажем внутрянку, и съемки квадрокоптера будет, этапы стройки, все это будет вот вторую часть. В общем, у нас на самом деле такая длиннющая водная часть получилась, чтобы вы понимали, что мы не с бухты-барахты просим, а давай я фрейм построю, просим, а давай. Да. То есть мы целенаправленно к этому подготавливались, и, ну, по бюджету, я думаю, мы, наверное, смету дадим под итог, потому что, ребят, к сожалению, ценник на вообще все, что связано со строительством, растет в геометрической прогрессии, и если вы будете, например, да, по нашей смете ориентироваться через год, она будет вообще неактуальна. Мне кажется, даже сейчас уже неактуальна наша смета. Ну, нет, я хожу по-другому. Смета, она все равно пересчитывается, и я вам рекомендую от полученной сметы прибавлять процент. Плюсом. Поверь мне, это так всегда. Сколько сейчас стоит куб дерева, который мы покупали? Мы за 20, по 20,50. А сейчас? Ну, 22, 23, наверное. Сашка говорит, ну, я сейчас не знаю, сейчас новость прошла, то, что Путин запретил вообще экспорт кролика, и, возможно, цена у нас подешевет на древесину. Да? То есть мы, возможно, ну, это не точно. Возможно, мы лохи. Возможно. Возможно, много лохов. Не, ну, опять же, смотри, да, если запретят экспорт, все может остаться так, что на внутреннем рынке у нас же не такое количество дерева все равно. Ой, у нас дерева очень много, поверь мне. Возможно, ну, 2018 может упасть. Ну, короче, поживем, увидим. В общем, когда заходите в стройку, предварительно нужно все равно пересчитывать любую смету. Да, пересчитывайте и добавляйте смело 2-30% к бюджету. Пошли греть тебя, уши красные. Вот. Все, что мы хотели сказать на сегодня. И влоги не будут, наверное, выходить так часто, как я хотел. Мы будем лучше делать побольше. Комплексное. Комплексное, побольше, но пореже. Вот так, наверное. Ну, да, сейчас смотрите, как следующее. То есть Дима потом покажет вам на коптере, как стройка шла, да? То есть мы сейчас находимся уже в практически готовом каркасе. Здесь начнут скоро закрывать уже крыши, ну, обшивать, да, все это. А у Димы есть съемки вот прямо сначала. Да, поэтапно. От фундамента, да, да. То есть это будет как раз с архитектором, с озвучкой, наверное, да, ты с собой будешь? Да, конечно, да. То есть это прям... Потому что здесь очень важны слова профессионала. Почему именно так? Почему я этот узел? Почему такая свайка? Почему вот это? А потом уже будем в процессе показывать, как покрыли крыши, как Дима, с каким утеплителем. То есть у нас еще такой момент, смотрите, с учетом того, что Дмитрий Юрьевич, руки растут оттуда, откуда надо. Ну, не до конца выросли еще. Ой, чудо мое. А строители у нас закроют контур, и Дима утеплять все дальше будет делать уже самостоятельно. Поэтому стройка процесс не быстрый. Как раз успеваем заработать, чтобы не влазить в глобальные долги, и плавно, полномерно строить. То есть, понимаете, для нас постройка дома важна, но она важна не такими силами, что вот мы там затянули пояса до дури и ничего себе не позволяем, чтобы не было потом ощущения, иначе мне этот дом нужен. Вообще запись работает. Пойду посмотрю. Иди, смотри. Давай заканчивай. Маэстро. Маэстро, ты проверь запись маэстро. Маэстро уже замерз. Не, работают. 25 минут на трой неделе. Обалдеть. Так, ну что, друзья, первую часть влога подводим к концу. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Это все-таки влог. Тем, кто начинает фукать на тему оберегать не про икею, ребята, это влог. И диваны критики, диванные строители, кто еще от бога строители, пожалуйста, не суйтесь. Это наш выбор, и нам это нравится. Потому что это, блядь, куриный домик, соломенный домик. Это, пожалуйста, жители, любители каменных домов, вы не падали. Смотрите, здесь обалденно пахнет деревом. Вообще, вот погуглите ради интереса, почему, например, лично муж меня уговорил, да, на фрейм. Я когда увидела готовые афреймы внутри, вот это вот и пространство свободное, и при этом это не огромные дома, я не люблю большущие дома, когда... 300 плюс, где квадрат в воду. На фиг не надо, честно. И тем, вот, ну, реально, если бы мы, например, продали квартиру, мы бы строили больше, а с учетом того, что мы будем жить и там, и там, больше смысла нет. В общем, команду есть где разместить, у нас уже очередь на новоселье. Да. Я боюсь, когда построюсь, тут такое будет. Соседи тебя выигонят. Я уже боюсь, наверное, надо подвал рыть, чтобы там гулять, чтобы не слышно было вообще. Тут такой разврат будет, походу. Юрий Вячеслав, какой разврат? Ну, пьянка, гулянки. Я не понимаю тебя, ну, наставник огромной команды, такие вещи говорили. Ну, у нас бы тут цветочки будем ходить собирать, да? Да, дикоросы травы с острова Ольхома. Ты поверишь, рассказываешь вечерами, да, с комарами, ну, брось бы. Так, ладно, все, друзья, мы разбегаемся сегодня, у меня и у Димы, почему мы именно приехали снимать в воскресенье, чтобы не смущать строителей. У них сегодня уходная. Да. Я сама, кстати, даже... Они скромняги течут. Очень, да. И я даже не суюсь на участок в будние дни, потому что мне жутко, например, интересно, что мы на каком этапе, но я знаю, что ребятам это некомфортно, они делают свое дело, поэтому мы можем приехать один день в неделю в воскресенье, когда у них выходной. Поэтому я квадрокоптером снимал, когда их... Не было. Ну, или когда обед, или когда выходной. Все, я пошел выключать. Все, спасибо, все, топ.